Музыка Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Универ ТВ. Здравствуйте, сегодня с вами в студии я, студент третьего курса Института международных отношений, Владимир Мухин. И у нас в гостях Никита Алексеевич Комаров, глава отдела внешних коммуникаций Института Царьград. Здравствуйте, Никита Алексеевич. Да, Владимир, приветствую. Рады вас приветствовать в нашей студии. Никита Алексеевич, сегодня мы хотим поговорить с вами про Институт Царьград, про то, что это за структура. Ну и, конечно, наши традиционные рубрики тоже сегодня будут, надеемся, они вам понравятся. Никита Алексеевич, расскажите нашим зрителям, пожалуйста, каковы цели Института Царьграда и вот как бы вы эту структуру определили, коротко. Если говорить про главную цель, то Институт Царьград занимается содействием органам государственной власти всех уровней в разработке и реализации проектов, которые направлены на достижение национальных целей, определенной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Как известно, 7 мая совсем недавно прошла инаугурация, аккурат после нее Владимир Путин подписал указ о национальных целях. Сейчас, конечно, детально еще рано говорить, потому что данные цели, они конкретизируются впоследствии в национальных проектах, которые будут публиковаться постепенно, уже в скором времени мы, во-первых, узнаем. Тем не менее, что можно сказать в общем. Тот курс, который был взят России несколько лет назад, ну, можно сказать, взят с момента прихода президента к власти, но, тем не менее, несколько лет назад он был усилен, он был масштабирован, и, в общем-то, ни внутри, ни снаружи никто не может ему уже помешать его реализации. Этот курс, он опять будет продолжен, будет еще больше усилен, масштабирован. Да, безусловно, это не значит никакой застой, никакую стагнацию, потому что в любом деле необходима модернизация, обновление, привнесение новых практик, но, тем не менее, образ будущего, он остается неизменным, и это главное, потому что нельзя достичь положительных результатов, если ты постоянно из стороны в сторону шарахаешься и не понимаешь, что ты вообще хочешь. У нас все это сейчас, к счастью, предельно понятно, ясно. Институт Царьграда занимается многими направлениями, которые определены президентом, начиная от демографической политики, заканчивая экономикой. То есть, здесь очень такой широкий круг вопросов, по которым мы работаем, и, в общем-то, за то время можно, наверное, уже с уверенностью сказать, что мы достигли неплохих результатов, и будем это сейчас лишь продолжать и усиливать. Название Института Царьграда, оно так отсылает, с одной стороны, к русской истории, да, и к извечному названию города Константинополя, который бытовал именно в русской традиции Царьград, а с другой стороны, мне кажется, что для современного слушателя это не очень, скажем так, привычное название. Вот какие у вас ассоциации вызывают это название? Я бы, почему с вами здесь не согласился. Дело в том, что Институт Царьграда, он, почему так называется, на протяжении уже практически 10 лет, в этом году 9 лет было, в следующем году будет и юбилей, существует телеканал «Царьград», средство массовой информации «Царьград», которое сейчас находится на первом месте по статистике дневной аудитории среди всех интернет-СМИ. Поэтому данное название уже, в общем-то, устоящее среди широкой публики хорошо известно. Название «Царьград-канал» произошло от другой нашей структуры, поэтому Институт Царьграда здесь звучит, на мой взгляд, весьма лаконично, привычно для широкой аудитории. Действительно, оно уходит своими корнями в историю, но тем самым, в общем-то, дополнительно показывает, что мы являемся продолжателями той традиции, которая сформировалась еще много веков назад на нашей земле. Мы уже отчасти затронули с вами этот вопрос. Хочется узнать, вот как вам кажется, насколько успешно сейчас реализуется программа по сохранению традиционных культурно-нравственных ценностей, и какую роль Институт Царьград здесь играет, какие мероприятия, может быть, какая-то постоянная работа, научная работа, популярная культурно-нравственная ценностей? Нашей российских, нашей цивилизации. Они, в общем-то, здесь всем известны. Я даже лишний раз, наверное, повторять не буду. Многие люди все, точнее, это слышат со многих сторон. Можно сказать, что кому-то они уже приелись, но что, это наша традиция. Естественно, мы ее должны повторять, повторять и повторять, чтобы не забыть, как это произошло и происходит во многих других странах. Здесь несколько лет назад произошел важный момент, когда в России, наконец-то, начала формироваться идеология как раз на основе наших традиционных ценностей. Конечно, остается много проблем, потому что еще до сих пор сильно влияние и леволиберальной идеологии, сильно влияние образа Запада как некого идеала, как рай на земле, что само по себе звучит, но с морально-нравственной точки зрения, отвратительно. И, конечно, еще много, над чем предстоит работать, много, что предстоит исправлять. Но главное, что сейчас курс, наконец-то, он определен, он наметился, формируется образ будущего. Решение это даже не то, что было принято, оно каким-то естественным образом стало возможным. В общем-то, как показывает наша история, несмотря на то, что мы отходили не один раз от нашего естественного пути развития, кто-то может называть особый путь, но этот особый путь не только у нас есть, он есть у каждой цивилизации, которая существует на земном шаре. Здесь мы не уникальны, и мы это не превозносим, не говорим, что мы в чем-то лучше других. Мы все разные, но каждая страна, каждая государство, цивилизация должно, безусловно, идти по своему пути развития. В противном случае, в общем-то, получается кризис, деградация и, в общем-то, в конечном счете уничтожение и цивилизации, и государства, и народа, что опять на исторических примерах мы можем огромное количество насчитать. Здесь, возвращаясь к вашему вопросу, как я сказал, формируется образ будущего. Мы, безусловно, этому активно содействуем. Если мы берем практическую работу, то примерно год назад было принято решение о создании советов по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей либо на уровне субъектов, либо при губернаторах, либо как комиссия общественной палаты. Этим занимался и занимался Всемирный русский народный собор при участии непосредственным института Царьграда. И за прошедший год во всех регионах они, во-первых, были сформированы, а во многих регионах они действительно уже добились больших результатов. Их основная задача — это не только продвигать идеологию, возвращать ее, наши традиционные идеи, в такое общественное сознание, но и бороться с различными деструктивными идеологиями, с леволиберальной, с нацистской, со всем тем, что разделяет наше общество и приводит к деградации. Здесь данные советы, они, как я уже сказал, добились хороших результатов. Работа, безусловно, еще больше будет усиливаться, потому что когда они формировались, ну, как всегда, у любых проектов имеется скепсис, а получится, не получится, что конкретно нужно делать, какие есть инструменты, шаги. Но некоторые регионы, там их изначально было буквально 3-4, начали самостоятельно, разработали инициативы, реализовали проекты. И другие тоже увидели, что это реально работающая тема, начали подтягиваться. И сейчас уже, в общем-то, вот эта вот машина, она набирает скорость. И, надеюсь, что, в общем-то, сбавлять не будем. Очень важное значение в работе Института Царьград играет демографическая и пространственная политика. Можете кратко ввести наших зрителей в специфику предлагаемых вами мер вот в этих направлениях? Ну, не знаю, насколько кратко получится, потому что вопрос действительно сложный. И вот, давайте я вам тоже вопрос задам. Вы как считаете, какова сейчас главная проблема России? Мне кажется, демографическая. Ну, учитывая, да, что мы научили про это говорить. Потому что на таких больших пространствах, конечно, проживает достаточно мало населения. Да, но даже дело не в том, что сейчас мало проживает, 150 миллионов. Дело в том, что то население, которое у нас имеется, коренное, оно, к сожалению, сокращается. Сокращается достаточно быстрыми темпами. Да, здесь нельзя сказать, что только мы в такой тенденции. На самом деле, в европейских странах в большинстве, по-моему, ситуации еще хуже. Если у нас суммарный коэффициент рождаемости 1,41 по прошлому году, но это просто катастрофа. То на Западе 1,2, 1,3, Южная Корея, если мы посмотрим, на последний месяц находится 0,7. Это, в общем, тот процесс, один из немногих, по которому можно сказать, что действительно есть некая общая мировая тенденция. И здесь цивилизационный подход, он, на мой взгляд, не может быть полностью применим. Потому что даже если мы посмотрим на государства Африки, которые традиционно считаются странами с быстрорастущим населением. То есть, скажем, в Нигере или в Чаде женщина 20 лет назад рождала 8 детей, сейчас рождает 5. Через 20 лет будет 2-3. То есть, в принципе, сокращение суммарного коэффициента рождаемости, это важнейший показатель демографии. Он падает везде. Но это не значит, что мы должны смириться с этой тенденцией. Это не значит, что мы должны сказать, что мы ничего не можем поделать. Там, безусловно, у человечества и у нашей страны было много проблем, которые было необходимо решать, которые до этого не знали, как решать. Но соответствующие меры находили. Здесь, на мой взгляд, если примитительно к нашей стране говорите, то, конечно, демография является главной проблемой. Даже не победа в специальной военной операции, ни экономическая составляющая, ни социальная. Потому что при принятии решений, либо краткосрочно, либо долгосрочно, это можно решить, рецепты известные. А по демографии, если даже мы прямо сейчас выработаем абсолютно эффективные меры, то мы не сможем, как нам кажется, эффективные меры, мы не сможем понять, действуют они, не действуют. Мы поймем это только по прошествии времени. Они дадут результат через лет 15-20. Но если они будут неправильны, то за 15-20 лет ситуация может пройти точку невозврата. Вот у нас по демографии точка невозврата будет по оценке демографов между 30 и 35 годом. Когда принимают что угодно, но ситуацию подобное не исправят. Соответственно, необходимо экстренно думать, предлагать, разрабатывать разные проекты. Мы такие разрабатываем и считаем, что мы недалеко от истины. Из трех составляющих состоит, извиняюсь за таптологию, решение демографической проблемы. Первое, самое главное, это, безусловно, духовно-растные ценности, о которых мы уже говорили. Там что угодно из другого делай, но если этого не будет, то все остальные меры, они неэффективны. У нас с этим более-менее нормально, надеюсь, будет еще лучше. Далее, второй момент, это пространственное развитие. Вы очень правильно связали одно с другим, потому что то, где живут люди, в каких условиях, на какой территории, чем они занимаются, от этого зависит демографическая проблема во многом, ее решение. У нас за прошедшие как минимум 30 лет, а вообще эти процессы зародились еще в Советском Союзе, у нас шла урбанизация в самом негативном смысле этого слова. Ставка была сделана исключительно на развитие моноцентричных агломераций городов-миллионников. А вся остальная территория по замыслу идеологов, вот этих либеральных глобалистских идей, должна была служить лишь донором демографических и экономических ресурсов. Что привело, собственно, к смерти русской деревни по большому счету? Да, ну это как один из таких очень ярких примеров, но если мы посмотрим те же малые города, если мы посмотрим пригороды, если мы вообще посмотрим в целом регионы, которые даже они могли не иметь сельский характер какое-то время назад, ну просто обычные такие регионы, центральной России, там северо-запада, где безусловно вот этот сельский фактор был значимым, но не сказать, что прям определяющим, в том числе и в демографии, то они все вымирают, потому что население скапливается, концентрируется в больших городах, в агломерациях. Что такое большие города? Это высокая плотность населения, соответственно, обеспеченность человека жилой площадью в достаточном количестве невозможна. По прошлому году средняя площадь квартиры в новостройке составила 47 квадратных метров. 47 квадратных метров мы здесь о семье с двумя детьми не можем говорить, это только энтузиасты решатся в таких условиях, хотя бы двух детей завести, а о каких мы тогда вообще многодетных семьях говорим? Потому что демографическую проблему без многодетных семей решить нельзя. Суммарный коэффициент рождаемости повышается только, значительно повышается только, когда у тебя много многодетных семей. Поэтому здесь подобное привело к резкому сокращению жилой площади, к тому, что люди стали ютиться в этих человениках 30-40 этажных, и это сильнее всего бьет по демографии. Но если мы берем такую практическую, не идеологическую составляющую, как духовно-народственные ценности, а именно из того, что происходит непосредственно на земле, что можно там потрогать, пощупать, это жилищные условия. Поэтому мы предлагаем изменить вектор пространственной политики. Сейчас в 2025 году будет приниматься новая стратегия пространственного развития. Старая либеральная, надеюсь, которая в 2018 году, кстати, не так давно была принята, она уйдет в небытие, и там необходимо зафиксировать приоритет развития фронтального развития всей территории России, всех регионов. Мы не говорим, что не нужно заниматься крупными городами, агломерациями, но они и так живут хорошо, они и так находятся на самобеспечении. Но регионам, во многом это центральная Россия, северо-запад, как я сказал, если им не уделять внимания, то, в общем-то, они уже вымирают, но на их месте останется голое поле. Ну и еще такой аргумент приводится нашими идеологическими противниками, что необходимо развивать агломерации, потому что там происходит экономический рост. Но это полная чушь по той причине, что подобное действительно было актуально для 4-го и 5-го технологического уклада. В 4-м активно шла индустриализация рабочей руки, были необходимы в городе, приехать из древни, соответственно, привлекали. В 5-м технологическом укладе шло интенсивное развитие сферы услуг. И поскольку тогда не было той цифровизации тех технологий, которые есть сейчас, то да, население действительно необходимо было для экономического роста, опять-таки, концентрировать в городах, чтобы сфера услуг развалась. Ну, самое банальное, кафе и парикмахерские. Сейчас современные технологии позволяют обеспечить высокое качество жизни, как минимум не хуже, а то и лучше, чем в крупном городе, в других формах расселения, когда семья может иметь возможность жить в собственном доме, как минимум, где обеспеченность 33 квадратных метра на человека, а лучше 40. И современные технологии все это позволяют. Поэтому мы выступаем за то, что необходимо отказаться от приоритетного развития крупнейших и крупных городов и перейти к догоняющему и опережающему развитию пригородов, что у нас совсем не развито, перейти к ускоренному развитию средних и малых городов и, безусловно, сельской местности. То есть, когда говорят, что вы выступаете за деурбанизацию, и вы хотите людей выгнать из мегапольцев, поселить в голом поле, это, в лучшем случае, непонимание этих предложений, а в худшем случае, это намеренное спекулирование, искажение для того, чтобы лоббисты агломерации, лоббисты миграции, которые одними и тем же людьми являются, кто строит вот эти человеньки, тот и выступает за бесконтрольный завоз мигрантов, чтобы они могли решить свои какие-то задачи, чаще всего денежного характера. Демографическую политику организация «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, депутата Государственной Думы, которая активно действует. Но не кажется ли вам, что это не очень заботит граждан, а наоборот, очень заботит граждан? Ну, насколько заботит граждан, здесь мне сказать сложно. Я социологические исследования соответствующие не видел, их не изучал, но вот вы мне хорошую идею подсказали, я этим займусь обязательно. Если такие исследования имеются, может быть, вы мне после эфира подскажете соответствующую информацию, где можно найти. В России, безусловно, этот вопрос актуален, и данная проблема, ну, в какой-то степени кто-то может сказать, что она традиционна для России, но на самом деле это не так, потому что тот алкоголизм, который имелся, по крайней мере, в 90-е, в нулевые годы, сейчас чуть поменьше, но тем не менее, тенденция не самая хорошая, он зародился в 60-70-е годы прошлого века. Именно поэтому, кстати говоря, в Советском Союзе, в позднем Советском Союзе была такая очень интересная традиция, когда муж отдавал жене свою зарплату, чтобы не пропил. Поэтому здесь, безусловно, эта проблема актуальна. Кстати, если муж о ней заговорили, можно вспомнить антиалкогольную компанию Горбачева. Ну, понятно, Горбачев там предатель, враг, который развалил нашу великую страну. И, в общем-то, те проблемы, которые сейчас имеются, они во многом из-за вот этой, мягко говоря, недальновидной политики получились. Но, тем не менее, если мы возьмем антиалкогольную компанию, и если внимательно проанализировать, многих не относятся скептически, но если внимательно проанализировать, она определенные результаты дала в плане здоровья народа. И повышение, кстати говоря, суммарного коэффициента рождаемости, которое было на совсем короткий период, буквально на пару лет, во второй половине 80-х годов, оно в том числе произошло благодаря антиалкогольной компании. Не только из-за нее, но в том числе, да, вклад определенный имеется. Здесь почему к ней скептически относятся? Потому что она очень топорными методами проводилась, такой пропагандой, которая всем надоела, что не нужно пить, потому что это отвлекает нас от достижений социализма. Ну, от чего люди уже устали. Это всех достали эти плакаты, эти заезженные лозунги. Поэтому, конечно, к ней такое отношение. Ну и, в общем-то, практика, которая реализовалась там по вырубу виноградников, тем же ни к чему хорошему тоже не привела. Но определенные, все-таки положительные черты имелись, определенный результат имелся. И, конечно, этот опыт, и то, что вы изучаете, и то, что было у нас не так давно, несколько десятилетий назад, необходимо проанализировать, чтобы действительно эффективно выработать решения. Никита Алексеевич, вот мы уже подробно говорили и о духовных традиционных нравственных ценностях, но одной из них является вера в Бога. Причем это положение занято в Конституцию, но при этом там нет уточнения. Это Бог христианский, исламский, такая объединяющая наши традиционные конфессии, юридическая норма. Но как вам кажется, почему именно в современной России, спустя почти 70 лет государственного атеизма, государство решило развернуться к религии? Здесь я бы не сказал, что государство решило развернуться. Скорее, наш народ не забыл о своей традиции. Это к вопросу о наших духовно-разственных ценностях, о традиционном и о суверенном пути развития. Потому что традицию уничтожить можно, но очень сложно это сделать. Например, если мы посмотрим те секулярные процессы, которые происходят в Европе сейчас, ну уже там все можно сказать, черта подойдена, то у них же это не уничтожает свою традицию, не за те же 70 лет, когда существовал Советский Союз, а как минимум со времен так называемой французской революции. Как минимум, а процессы зародились и шли активно еще до этого. Но просто со времен французской революции подобное стало чуть ли не такой негласной государственной идеологией. То есть 200 лет как минимум потребовалось в Европе для того, чтобы выбить религиозное самосознание народа, его уничтожить у нас. К счастью, до такого не дошло. Все-таки период государственного атеизма, про который вы говорите, он длился не так долго. Да и то, как вы знаете, как историк, я тоже историк, кстати, в определенные периоды были послабления, в определенные периоды, в общем-то, государственный атеизм существовал на бумаге, но на практике, ну, где-то на местах, где-то, да, жестко реализовывался, где-то, в общем-то, закрывали глаза. То есть здесь все-таки, на мой взгляд, не так много прошло, во-первых, времени, во-вторых, политика, она такой волнообразный характер носила, но когда на официальном уровне подобное перестало быть нормой, то, в общем-то, народ вспомнил свои традиции, ну, даже не вспомнил их, возродил, перестал бояться об этом говорить, их соблюдать, и поэтому, на мой взгляд, все-таки это не государственная политика, а именно народная. Никита Алексеевич, мы используем традиционный и полюбившийся нашим зрителям формат комментария в одно предложение. Просим вас охарактеризовать предложенных нами общественных деятелей. Мы в основном брали сотрудников Института Царьград. Это может быть история, черта характера, что-то, что вас связывает, да? Все, что вы посчитаете нужным. Интересная, необычная информация. Константин Валерьевич Малафеев. Безусловно, он является лидером, идейным вдохновителем, человеком, который может зарядить своей энергией, своим энтузиазмом на ту деятельность, которой мы занимаемся. И такой, мне кажется, важный момент. У нас никто не воспринимает вот эту деятельность как работу. Все я воспринимаю как некое служение, некое призвание. То, что мы действительно можем внести вклад в развитие нашей страны, нашей цивилизации, нашего народа. Действительно выработать, предложить какие-то уникальные решения, которые не просто останутся на бумаге, но будут затем реализованы. И если бы мне лет 5-7 кто-то подобное сказал, я бы не поверил, честно говоря. А я сейчас не просто вижу, я участвую в том, что действительно делать получается, что дает результат, и это, конечно, не может не вдохновлять. Ну и, естественно, без Константин Валерьевича это было бы невозможно. Он всех нас заряжает такой энергией и верой в то, что мы действительно занимаемся теми вещами, которые являются уникальными. И, ну, громко слишком не буду говорить, но, тем не менее, войдут, возможно, в историю. Это действительно круто. Александр Гелевич Дугин. Александр Гелевич является уникальным человеком, потому что ему любой вопрос можно задать. Будет ответ не просто какой-то досложный, как у нас сейчас рубрика в одном предложении, а конкретно по фактам с примерами. Вот, по крайней мере, в соцгумуитарных науках на любой вопрос может ответить. И таких людей я лично не встречал. Может быть, они где-то там и есть, но я с ними не пересекался. И это вот такой огромный багаж знаний по многим наукам, по философии, по истории, по теологии, по богословию, по экономике даже. И это действительно такие люди, они вносят и оставляют бесценный вклад в развитие наше. И таких людей на протяжении истории можно, ну, если не по пальцам перечитать, то их несколько десятков, может быть, сотен наберется. Это действительно очень повезло, что Александр Гелевич сейчас занимается тем, каково его призвание. И, в общем-то, это дает опять свой результат. Сергей Юрьевич Глазьев. Сергей Юрьевич Глазьев. Ну, вот вы заставляете меня повторяться, потому что это все уникальные люди, интеллектуалы. Их, конечно, может кому-то показаться, что я как-то одними теми же словами характеризую. Но по Сергею Юрьевичу это, безусловно, один из лучших экономистов нашей страны. И я даже сейчас, наверное, отмечу не его экономические компетенции, знания, а то, что он гнет и гнул всегда свою линию, несмотря на критику, несмотря на то, когда у нас в экономике господствовали идеи либерализма, монетаризма, он все равно последовательно, шаг за шагом отставил свою позицию. И, как показала практика после 2022 года, те вещи, о которых Глазьев говорил, которые изучал, которые предлагал, они стали актуальными. И те риски, о которых он предупреждал, в частности, о блокировке золотовалютных резервов наших, они, в общем-то, к сожалению, реализовались. Поэтому и сейчас наша экономика развивается по многим заветам Сергея Юрьевича Глазьева, которые еще 20 лет назад были произнесены. Но, да, определенное время, можно сказать, было потеряно. Ну, что жалеть, история, она такая есть, какие-то прорывы есть, упущения. Но Глазьев, он тоже неоценимый вклад внес, потому что повлиял своими идеями на многих государственных деятелей. И даже на тех, кто в финансово-экономическом блоке, они хоть и работают под началом системных либералов, тем не менее, все равно знают и понимают, что что-то не всегда так делают, как нужно. И последняя часть нашего интервью — это Блиц. У нас к вам два вопроса. Можете отвечать коротко, можете не очень коротко, как вам удобно. Европа — это часть Евразии или антиевразия? Антиевразия. В современном виде это антиевразия. Царьград или все-таки Константинополь? Царьград, безусловно. Константинополь — это Второй Рим. Царьград — это в том числе и Москва, то есть Третий Рим, поэтому Царьград. Спасибо большое за беседу, спасибо наши уважаемые зрители. А с нами был Никита Алексеевич Комаров, глава отдела внешних связей Института Царьград. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию, надеемся, что это станет доброй традицией, и мы с вами встретимся еще раз. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.